каждый садовод и огородник сталкивался с такой проблемой как болезни и вредители на своем участке в большинстве случаев неважно какие мы выбираем семена когда высаживаем и чем подкармливаем если у вас появились болезни или вредители то локальная обработка не всегда помогает часто на следующий год мы встречаемся с этой же проблемой а все дело в том что насекомые уходят на зимовку в почву прячутся в щелях теплицы или коре деревьев болезни также остаются в грунте и на поверхности построек поэтому сегодня узнаем что можно сделать для решения подобных неприятностей рассмотрим обработку грунта на примере нашей теплицы но эти работы можно провести на любой грядке и в открытом грунте в этом сезоне на томатах я обнаружила фитофтору и скорее всего в следующем году она появится опять тем более если ничего не предпринимать поэтому теплицу я тщательно промыла и не простой водой а с добавлением жидкого мыла и фарма йода далее взялась за грядки прорыхлила и полила их опять же фарма йодом это средство широкого спектра действия против многих болезней поэтому будет хорошая профилактика вы можете применять любые препараты против подобных проблем или сделать раствор самостоятельно на следующий день я посеяла сидераты в наличии был овес и горчица это отличный дуэт который выполняет сразу несколько функций корневая система будет рыхлить почву сохранять влагу ветра на утром на стеблях образовывается конденсат если выросшую зеленую массу заделать в почву то земля обогатиться органикой то в свою очередь станет питанием червям бактериям и другим почвенным обитателям которые создают ценнейший биогумус он является основой плодородия почвы не забывайте что сидераты это такие же растения и нуждаются в поливе особенно это касается первой недели если позже у вас не будет возможности поливать не страшно главное чтобы появились первые всходы дальше растишки могут протянуть без воды почти неделю а то и дольше оставьте у теплицы открытой форточки так больше вероятности что появится конденсат но если вы решили перейти на новый уровень и стать настоящим профи в повышении плодородия земли тогда через недельку после вышеперечисленных манипуляций пролейте почву эм очками под эм очками я имею ввиду препараты в состав которых входят эффективные микроорганизмы это могут быть такие удобрения как сияние 1 байкал или гуматы главное выбираем именно для почвы а не компоста спросите у продавцов уверенно они вам все объяснят данные удобрения также помогают образовывать биогумус а все дело в том что когда наши культуры растут дают урожай забирают из земли питательные вещества поэтому логично плодородие земли восстанавливать надеюсь наши рекомендации были полезными поддержите нас лайком подпишитесь чтобы не пропустить новинки желаю вам как всегда плодородной земли и богатых урожаев до встречи